Привет зрители! Сегодня с нами Kia Soul в самой крутой версии GT Line Это значит 200 сил и крутой яркий дизайн, который даже наша пакостная осень под названием зима не смогла каким-то образом скрасить Все равно душа автомобиля рвется, рвется наружу и всячески показывает нам, что это очень круто Посмотрите какой задний диффузор, двустволка выхлопа, вот это да! Понимаю, что заигрывает Kia с мини, да? Да, корейцы могут уже позволить себе быть очень крутыми и, что называется, радовать нас дизайном Так что ни одним мини будем сытым, тем более отмечу, что на мини летом катался, как-то не произвело впечатление то транспортное средство, ну а вот соло по сбалансированию, про это чуть позже напомню, что сегодня рассказ полноценный занудный зачастую, но максимум деталей, максимум аспектов, на которые я хочу обратить внимание и вам показать Кстати, давайте заглянем под диффузор, ох уж, сейчас я тут испачкаюсь, наверное, да? Что тут сзади? Банк оглушителя и сзади, кстати, сзади у автомобиля балка Кто-то скажет, ох ты, ешь ты, ешь ты Да, действительно, сзади балка, но дисковые тормоза делают свое дело, вот там и просачивается И машина в целом вполне себе управляется Самая по себе балка, на мой взгляд, это не то, за что можно ругать машину, потому что это не просто балка, да? Вот помните, Audi 80, москвич, где колеса соединены, словно мост, да? Здесь H-образная, то есть это полонезависимая подвеска, вполне настраиваемая, вполне способная ездить на уро Так что, учитывайте это Ну, мы продолжаем Итак, за ярким дизайном, да, у нас разноцветная крыша Соответствующие детали интерьера, экстерьера, ох, 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 хочется сказать Интересная оптическая история Посмотрите, здесь скрыт стоп-сигнал Тут светоотражающие части В общем, действительно, дизайн Пускай и на любителя, но крут Ну и теперь залезем внутрь Кто скажет, а где, где привод задка электрический? Друзья, эта машина, на самом деле, вполне доступная И... Дорогие зрители Каждый из вас, кто разбирается в автомобилях И умеет выбирать запчасти для него По оригинальным каталогам Заинтересуется этим предложением Вы можете легко открыть свой интернет-магазин Это запчастей и аксессуаров В своем городе или поселке По франшизе Yosan И начать зарабатывать на том, что вам нравится И на том, что вы умеете Под брендом Yosan открыто уже более 200 магазинов по всей России И сеть закомендовала себя наилучшим образом Оставьте заявку на официальном сайте сейчас И при одобрении уже завтра Сможете открыть свои Yosan И начать зарабатывать А если воспользуетесь моим промокодом ZDrive То вас ждет отличный стартовый бонус Ссылки в описании Это городской кроссовер Для людей, которые хотят получить стильный автомобиль Который будет выделяться в потоке Получается это у Kia вполне Но некоторые элементы какого-то престижа Или премиума Здесь, естественно, отсутствуют Ну, по понятным причинам Молодежь не всегда богата Кстати, отмечу, что... Вот, посмотрите, это круто Я из-за того, что дверь хорошо уходит Не врезаюсь ни в замок Ни в эту часть Лишь вот здесь вот можно получить удар Да дальше, когда она заходит, дверь Но у меня не получилось, если честно Как-то с ней соприкасаться Ну а здесь очень скромный багажник Посмотрите Полочка хитрая Кстати, она специально сделана жесткой Чтобы можно было здесь положить поклажу Так как багажник реально скромный И увеличить его никак нельзя Здесь, как мы видим, набор автомобилиста Получилось разместить даже омываечка тут присутствует Как видим, подполье богатое Но все равно багажник маленький И, кстати, пластиковые части Как будет сетка задержаться? Ну, я понимаю, что машина для чего-то тяжелого Здесь даже розетку Примастрили под лампочкой Правда? Единая Ну а это сабвуфер Сабвуфер дает Здесь, кстати, двойной гриль Двойной, да? Двойной, по сути, элемент В общем, интересная история со звуком Я про него чуть позже расскажу Да и не буду даже рассказывать Посмотрите, просто разгон этого автомобиля Ночью по цветомузыку педаль в пол Это интересно Это здорово Итак, продолжаем С багажником закончили Машина 4200 в длину И, естественно, ожидать большого багажника Ну, наверное, было нельзя За исключением возможности Трансформации салона Увы, никак Никак нельзя подвинуть кресло Можно только разложить Соответственно, спинку Сейчас мы эту процедуру проведем Соответственно, да? Хлоп-хлоп Все встало Здесь, кстати, относительно ровная часть Без средственного зазора В общем, хорошо получилось Жалко, уже темно, друзья Ничего не могу с этим сделать Вот такая вот история Хоть утром снимай, хоть поздно Хоть наоборот В день яркий Да Увы Ну, а так как я снимаю Бегать с лампой Мне кажется, это не комильфо Кому интересно Я всегда рад Если вы посмотрите другие обзоры Скажете, в чем я не прав В чем я уступаю кому-либо Да, или наоборот Я, что называется, за это Итак Посмотрели возможность Увеличить кубатуру Можно, тем более Идеально Вот это идеально универсальный кузов У Сол Посмотрите Он рублен Значит, полностью коробкой Вы можете его забить Но Светство-то нет Это же хэджбэк, по сути Не универсал Вот был бы Соллайф, например Да, сразу Кио придумываю название Мне кажется, я был бы крутым Маркетологом автомобильным И презентером Я бы говорил Делайте так, друзья Увеличивайте Мы сделаем больше автомобилей Разных и красивых Да Ну, не в плане дизайнерства Дизайнер размер хреновый Да, руки-клюки Но вот Предложите супер-идею Сказать, как автомобиль должен выглядеть Чтобы люди захотели его купить И презентовать Мне кажется, получилось Вполне Поэтому Соллайф Супер-универсал Да, есть сит красивый Про-сит, соответственно Сит попрактичнее Про-сит как раз Что называется Круто А это будет Солл Городской универсал Да Даже, мне кажется Он Сделать не нужным Обычный сит Кстати, вот Вот отмечу Вот отмечу факт То есть Это был бы супер-универсал Стильный, модный, динамичный Для тех, кто Хочет классный автомобиль Вот это супер-универсал Я бы такой, конечно Даже взял бы Жалко, полного привода Там бы сила не было И что здесь? Что здесь? Удивительно При этих размерах Я, конечно Пытаюсь помассировать водителя Но здесь Жестко То есть Водитель не будет страдать никак И тут Единственная Розетка USB Это просто Зарядный разъем На 5 вольт, соответственно Все Тут Нам положили Соответственно Часть Чтобы можно было Что-то положить Логично За водителем Как правило Разместиться не могут Поэтому Гарманты не сделали Это хитрость И она оправдана Вполне Зачем лишнее Переводить ресурсы на это Тут вот эта Классная система Динамической подсветки Очень круто Подарев заднего дивана Что удивительно Да Ну и Соответственно Бардачок Время не бардачок А вместилище для бутылок Бардачок у нас В другом месте Идем далее Разобрались сзади Как удивительно Что можно Вполне себе комфортно Доехать Я ожидал худшего Но багажника нет Должно было быть что-то И действительно Отдали предпочтение Тем, кто сидит сзади Идем далее Я уверен Что по большому счету Подобного рода Автомобили Согласно Тем же спекам Производителя Стык кроссоверов Идет Причем он прям Между полноприводными Моноприводными Где-то Свою роль Занимает Ну понятно Почему Потому что дизайн Потому что Кто хочет машину стильную По большому счету Что еще можно взять Мини сильно дороже Ну а здесь Турбомотор Ровно такой же Мы можем кстати Увидеть У того же Просида Но К сожалению Этой версии На тесте нет Зато оценили Как едет Здесь машина И будет что сказать И скажу обязательно Ну и тут На что обратить внимание Да ни на что Смотрим по сторонам Вращает внимание Правильная крышечка Ниаких вот этих вот Закрутов Больше здесь делать Нечего Кто-то масло проверяет Ну я вообще Если честно езжу Вот сгорелся масляные лампочки Ну значит Родолить Да в повороте где-нибудь Отливает А так Топи педали Никогда проблем я не знал Эти вот все Судорожные истории Какие-то Псевдо гуру Терпеть не могу Такую фигню несут порой И главное Люди верят Друзья Действуйте качественно Смотрите Интересное видео Ну и с вами Мы общаемся По-прежнему Что бы постичь Что еще здесь Мне нужно потрогать Подергать Чтобы вас убедить В том что Машину мы Моторный отсек Рассмотрели Про моторы Сейчас еще поговорим Здесь преселектив 7 передач Есть версии Более классические Известные по всему Моделинамереду Киа И по братима Хионды Да Как вы знаете По большому счету Компания одна А вот целевые аудитории Разные Киев всегда моложе Киев всегда задорнее Садимся за руль И здесь Да Здесь Вот здесь смогли Опять да Оптимизация Посмотрите Классические лампы света Обычного Ну это конечно странно Да Диодная оптика спереди Да Прошивает буквально ночь Классный дизайн снаружи Интерьер тоже зашибись Включаем мотор Запуск Систем Вот тут тоже кстати интересно Запускается И обычное Просто сканирование идет Экрана Такое же кстати Понятно почему Чанган Да Сделал На Кену Они насмотрелись Да Китайцы И сделали свое Но здесь круче Здесь намного круче Почему Потому что Посмотрите Какие возможности У дисплея Вот это Это молодцы Это они классно сделали И здесь будет Вставочка Про возможности Apple CarPlay А Android Auto А у нас все небольшая Ну и теперь продолжаем Вот так вот Отдельно я ее снял Что хочется сказать Это круто Это здорово Две полочки С зарядкой Кстати Беспроводной Для телефона Раз Для телефона Два Два разъема USB Плюс розетка 12 вольт Плюс здесь К сожалению Ничего нет Кроме гофра Хотя опционально Тут Среди Часть какая то есть К сожалению В этой версии Подушка безопасности Не отключается Это важно Это важно Для тех Кто выбирает Автомобиль В семье Смотрите Отдельный тест Драйв Как всегда Я вам предлагаю Сидение Сидение Кстати Нет топ Вот удивительно Вроде бы Поддержка Боковая есть Вроде бы Они хороши С другой стороны Ну хотелось бы Более крутых ковшей Это же GT Line Это же круто Да Вот хотелось бы Поэстетичнее По наверное Более Как то Более крутых ковшей Вообще Автомобиль Явно нуждается В доп В вариантах Особенно более слабой версии Давайте посмотрим Давайте оценим Что у нас Здесь есть Итак Версия штатная Надеюсь видно Хорошо Поближе поднесу Чтобы у нас Не пересвечивал экран Сами понимаете Как то Ну совсем мрачно Дороже стало Версия начальная А вторую Использую Это не самый точный ресурс Но здесь Удобно Просто Не нужно Тяжеловесный сайт Бегать Все видно И понятно Но проверяйте Эту информацию Она зачастую Некорректна Итак Начальная версия На момент рассказа 1.6 МТ На механике Есть вариант У нас здесь робот Есть на механике Это Рио мотор Да Всем известный Что здесь получается Миллион двадцать девять тысяч Дальше идем Есть та же самая версия На АТ Трансмиссии И тут же Миллион восемьдесят девять Да Шестьдесят тысяч примерно Если что-то там Я неправильно сказал Напишите У меня человек Который создает Эти цифровые истории Ну не всегда Корректно я могу сказать Миллион триста Примерно стоит Два ноль А попроще Нету Нету Да И самая крутая версия GT Line Это вот наша Миллион шестьдесят девять тысяч То есть Разница в шестьсот тысяч Между самой простой версией И самой крутой И тут Главный на самом деле Аспект Это вовсе не Какие-то там Внутренние истории Еще что-то Естественно Простые версии будут уступать Полным И еще нет машинам Будут другие Здесь крутизна Эта система мультимедиа Она просто здесь Прям Крутизна тут И вечеринка И хип-хоп И путешествие Что тут только нет Каких только фишек Тут нет По подсветке В общем Варианты Очень круто Только блеск можно сделать То есть Выбирайте Выбирайте Что хотите Наслаждайтесь результатом Что называется Будет подсвечиваться Внутри Но Можете посмотреть В тесте Опять же Разгона Там мы прям Прокатились Правда в одном из режимов Нет смысла Их все перебирать Работает Подсвечивается Круто смотрится Но лишь простая комплектация И здесь Вот Опт Нужна галочка Это японский подход Фиксированные комплектации Они проще Производители Наш там Логистику Как-то придумывать У нас есть Они Идут по конвейеру И доп.опс Они мешают По вашему счету Да Усложняют производство Но тут Именно для Соу Это же Душа Переводится Название По-английски Душа Да Люблю когда Название В общем Хотя бы Станктизировано Потому что Да Черата Серата Церата Это Как мне сказали Блестяще С итальянского Но у нас Как-то разбег Да Разноголосится Стингер Это Ракета Вообще Да По большому счету Ассоциация Со стингером С ракетой Прежде всего Такая Щухлетит Я думаю На это Они уповали В общем И тут У души Хотелось бы Больше Наверное Опции Для тех Кто выбирает Простую душу Попроще Честно говоря Да Множество опций Мне понравилось Мне понравилась Реализация Дисплея Хочется Да Его перебирать Ничего не тормозит Не лагает Работает Классно Здесь у нас Климат С ним тоже Все в порядке И Драйв режим Они привычны Спорт Сейчас нам Раскроет Одну из Самых главных Фишек Этого автомобиля Я вам Ее покажу Так Надо вверх Перебраться Расход у нас Ну Понятно Постоял В целом Десять с половиной литров За Денадцать часов Езды За тысячу То есть Под десятку На самом деле Машина ест примерно Нормально Нормально Для Двуссот литрового Силового Агрегата Плюс Машина позволяет Придавить педаль Это мне кажется Вполне себе Ничего Да Если ехать 170 будет На высоких Скоростях Он серьезным Этот разгон Расход Из-за того Что этот разгон Упирается В аэродинамику Поэтому Имейте ввиду Ситуация Не самая простая И кроссовер Да Это не кроссовер С точки зрения Бездорожья Это кроссовер Именно Спорт элемента Давайте попробуем Теперь поехать Итак Сейчас мы Открою я вам тайну Из комплектации Кстати Единственное что здесь не хватает Тоже адаптивного крест контроля Нет Только удобного просита Который Два лимона стоит А эта машина Целиком Совпадает по цене По сути Прямо Один в один С проситом А не на 4 литра и был То есть Выбираете Либо соул 200 сил Либо просит Который конечно Поместительнее Багажник там круче Но Что вам Мне просит Конечно Больше заходит Но Опять Монопривод Друзья А что такое монопривод Монопривод Это своя история Сейчас мы узнаем Тайну производителя Причем Вот это не тайна Посмотрите У нас сейчас Режим спортивный И есть классная Информационная панель Она не врет Она полностью Подтверждает Мои ощущения Что на первой передаче Бережет Трансмиссию Двигатель Может быть наоборот Чтобы лучше был зацеп И буста На первой передаче Слава богу Киева подсказывает И не нужно фантазировать Это наверное первое То есть Все у нас Нарисовано Смотрите За бустом У вас в левом углу Хорошо очень видно Вот этот буст 0.8 1.6 Соответственно Да И на первой передаче Буст будет ограничен Он не будет доходить До отметки 0.8 Даже И из-за этого Меньше тяги И только на второй Вы сейчас это увидите Будет максимальный буст Так что Есть куда чиповать Есть куда Расти Ну а мы подумайте Зачем это нужно Для чего То ли коробку уберечь То ли еще какая-то история В общем это интересно Пробуем Ну кстати Сейчас получилось Сбустить Интересно Ну-ка еще раз Давайте попробуем Поменьше Сейчас сделаю Да Вот это интересно Кстати Несколько раз У меня просто не было Добора До Буста А сейчас есть То есть как-то Просто волосился Получается Но по ощущениям Честно говоря Реально Снизу Скрадывается То есть Буст на первой передаче Явно Происходит позже И в меньшем объеме Сейчас попробуем Еще раз Вот Нива Никуда не едет Никогда Хотя сюрприз Такую турбониву Наткнись Думаю что она не едет А вам как поедет Первая передача Попробуем Ну да Смотрите там Плюс ESP работает В общем Сложно понять Может быть из-за ESP Кстати не бустит Так как Ну некуда бустить Зацепы нет Так что Видимо нужно еще больше изучать Оказался я Не совсем точен В своих домыслах Но Факт остается фактом Не хватает зацепа Нужен полный привод Для того чтобы Реализовать 200 сил То есть Я не сомневаюсь Что Автомобиль выдержит Намного больше Ситуацию С мощностью Да То есть 250 сюда сил Можно вполне Воткнуть Потому что Управляемость Ну то что надо Это зимняя резина И все равно Машина хорошо идет Давайте мы поедем В другую сторону Кстати Задумался И Хочу поехать Я Наоборот С радиусом разворот Все окей Педаль в пол Да Ставим Трекшн Работает Ну да К сожалению Влажно И Говорит Зацепа По сути Нет Классный режим Мне очень нравится Да Который Визуализирует Процессы двигателя При равномерном движении Видите Пустая Нет Совсем Логично Зачем Больше топлива заливать Если хватает И меньшего количества Для того Чтобы двигаться равномерно И экономить Напомню Что с расходами Я считаю Все в порядке Ну а с тем Что реализовать Эту мощность Сложно Это факт Поэтому Выбирайте мотор Классический В 1.5 Вернее 150 сил Двухлитровый Он конечно По расходу Я думаю Будет побольше У него Все таки Явно КПД Мотора Без турбины Ниже Нежели Турбового Объем больше Естественно Сгорают топлива Больше Но мне Зачастую говорят Мол А вот бывает так Что мотор Например 2.7 И 4.0 Потребляют На одном и том же автомобиле Динаковое количество топлива Действительно бывает И фишка здесь Именно В придачных числах Это же не электрический мотор Это ДВС И порой В случае Если например Мотор Маловат Для массы автомобиля Чтобы двигаться Равномерно С придачной скоростью Требуется больше На него нагрузки Чем на мотор Более мощный И обороты выше И расход топлива выше Это фишка Именно Соотношение Внутри ДВС У них бывают Такие Забавные пересечения Которые Доставляют Говорить о том Что мол Расход будет Топлива Ниже У более объемного мотора На самом деле Если ехать Например С ускорениями С замедлениями То в любом случае Объемный мотор Будет показывать Больше Это факт Ну и вот нам Специально развернулся Чтобы красиво Динамично пройти По Дугам А вот А вот шиш А вот шиш В общем вопрос Зачем вам Супер мощная версия GT Если Все равно GT негде Не ясно Не лично Не очень Плюс у нас Очень Управляемость И это зимняя резина Отлик на Руль Очень Быстрый Отлик на Педаль газа Тоже Быстрый При этом Бой Этого Коробка Настроена В отличие От Тех же Сидов Просидов Та же самая Коробка Да Считайте Нет А кстати Передачи числа Отличаются То есть 1.4 1.6 Там По сути Да Это Преселективы Но Они отличаются Рука Друга Тип Коробки Одинаковый Так вот Здесь Очень Сделали Жесткими Такие Переключения Ощутивыми Я понимаю Зачем Ясно Чтобы антураж Чувствовал Дорогу Чувствовал Автомобиль Ехал Там На все 100 Но С другой Стороны Все равно Нет Ощущения От этого Ох Я сейчас Притоплю Я сейчас Там Всех Надеру Соу Совершенно Не заставляет Прямо Топить У него Вот это Ощущение Отопления Какого-то Желание Быть Быстрее Поток Войти Ворот Почему-то Нет Может быть Потому что Зимняя резина Как-то Что-то Сградывает Хотя С одной Стороны По рулю Например Да То есть Он возвращается Совершенно Нормально В ноль И этот Ноль Не пуст Не зажат Как у Lexus Бывает Например Или у Suzuki Ноль Зажимается И Думаешь Ничего себе Ну У Джима Естественно Этого нет Конструкция Причем Это не всегда Чувствуется Например Зимой Ты это чувствуешь Хуже Потому что Это колеса Сами понимаете Ну Без должного Зацепа Если летом То прям Ощущаешь От шины Что зависит Это все чувства Автомобиль Конечно Упирается В шины Упирается В кучу Кучу аспектов Обязать Сол летом Будет совершенно Иное ощущение Вот реально Вот реально Ну Разве что Интернет Понятное дело Что Будет То же самое Естественно А вот ощущение Это вождения Будут Будет Еще Жестче И будет Еще Да Ну Острее Но Честно говоря Куда Жестче Я бы Все таки Какую-то Опциональную Подвеску Поставил Наверное Ну Или колес Поменьше Диаметром Ставить Или как-то Ну Чтобы придумать Потому что Реально Жестко На машине Ехать Не то Чтобы было Прямо Дубого Это Дурбо Патриот Какой-то Рванул Вот так Вот так Так что Сол Это реально Ответ Мини А Ну да Тоже Колеса По углам Кузова Заявляется Типа Суперуправляемость Но На практике Честно говоря На автомобилях Более классического Формата Более классического Формфактора Грубо говоря Ехать почему-то Как минимум Комфортнее С другой стороны Управляемость Здесь есть Кто-то Говорит Что корейцы Мол не рулятся Но это касается Именно Простых машин Доступных Да Ох Рывет Того же Самого Рио Нет там Нет там Задач Демонстрировать Отточен Управляемость Здесь есть И здесь она Есть эта Управляемость Но Вот огонька То есть Душа здесь Ну Странная Достаточно Душа Странная Она вроде бы Готова А вроде бы Может она просто Устала От того что Да Нужно ехать А может она Просто кажется Какой-то Сложно сказать Вы можете придумать По поводу Слова душа Ведь много Да Из Сочетаний Словом душа Душа компании Есть там Более Жесточенный Например термин Это душа Черная душа Ну здесь Явно Не черная Агрессивная Боевой ангел Боевой ангел Сол Киосол Боевой ангел Вот Меняем сейчас режим Сразу же обороты Упали Сразу стало Поэкономичнее Уж точно Ну и режим Поменялся Видите Отображение Все это меняется Все это есть Но нам нужно На самом деле Спорт Сейчас будем Поворот заходить Нужно же Нужно же Проехать Нужно же Ощутить Ощутить динамику Драйв Да Попробуем Вон Буст Подлетаем К повороту Займем Центральную Позицию Не скользко Но противно Достаточно И заходим Поворот Стремится Кстати Наружу Машина Под газом Такой Перенеприводной Классическая Управляемость Может быть Поэтому Потому что Как-то Без изыска Едет Хорошо Спору нет Сол едет Хорошо Мне нравится Он едет Он не болтает Если колеи Например Нет Клею Машин Не любит Но Всегда же Она случается Мне нравится Отлик Сбалансированный По рулю Тормозами Я тоже привык Они такие Туговато Жестковатые Тоже опять Создание Антуража Корейцы Видите Они бдят Они начинают Флюиды тонкие Ловить Как журналисты Им нужно Про что-то писать И вот они Фильмы придумывают Мне кажется Зачастую Автоиндустрия Отдают реверансы Тем Кто про эти машины Пишет Чтобы было Что написать То есть Обычному потребителю Это все В большинстве Своим не нужно Вообще Ну кроме Откровенных Спорткаров Где Да Это действительно Залог успеха Залог каждой Лишней секунды Еще чего-то Не знаю Что сказать Так вот Удивительная история С точки зрения Того Что нам Прививают Раньше С страниц Газетов И журналов Теперь он Видео Они тоже пытаются Стремятся Ищут Целый когорт Людей Которые Как я Рассказывают Про машины В видеоформате И всем Нужно Так Побольше Зацепиться За что-то Чтобы было Про что-то Рассказать Потому что Берешь простую Машину Тут же Рио Что там Можно рассказать Да ничего Это автомобиль Вот здесь Да Здесь Ооо А там Ну просто Все Еще есть Для жизни Поехали Да Можно было Сделать Рио Таким же По отвлеку Как Соу Мне кажется Это не так Сложно Соу Представляешь Со мной Элементы Получаешь Рио Соу Версии Рио Джетти Ну кстати Хорошая Рио Джетти Да Почему бы Нет Но На практике К сожалению Такого Автомобиля Нет Нам предлагают Отдельный Сол Поэтому Бог Знает Ну Кстати Ланч Здесь Нет К сожалению Да В С режиме А кстати Знаете Что я заверял Я не в С режиме Ха 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 Вот это Угар Ну Ладно Спорт То есть Двойной Режим Спорт Есть Быстрый Переход Да Чтобы Сразу Сделали И Этот Поэтому Вот Смотрите Попробуем О Какое Дробление Вот Вам Почему Нужен Полный Привод Видите Так Если Было Лето Уехали Нормально Но Увы Ах Словили Вилли Хоп Вил Хоп И Приехали Так Что Друзья Ну Такие Вот Дела Вот Такие Вот Моменты В общем Мы С вами Испытали Киа Сол Если Есть Какие То Еще Вопрос То Пожалуйста Жду Я вас Соответственно Для того Чтобы На них Ответить Сейчас Немножко Заправлюсь И Буду Автомобиль Сдавать Ну А мы Рассмотрели Смотрите Трассу Там Более Подробно Рассказано Смотрите Здесь Итоги В целом Понятность Ясны Крак Классная Стильная Машина К сожалению Вот Этих Крутых Опций Которые Хотелось Да Вот Виде Подсветки Отдельно Нет И Так Боден Шить Солкруто А мы будем Заправляться До новых встреч Пока